Только сегодня в кинотеатрах вышел фильм «Черный-черный человек». А исполнитель главной роли Даниэр Алшинов уже готов рассказать о новых проектах. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Доброе утро! Я очень рад вас видеть, Даша. Смотри, Даниэр, вот мы знаем, что вчера был предпоказ. Да, и тем не менее я здесь. Да! Очень тяжело. Странно, странно. А есть искусственные аплодисменты? Тяжело было вставать? Тяжело было вставать? Я просто для того, чтобы не вставать, не ложился. А, кстати, да. Да. Это, кстати, хороший способ. Хороший способ, кстати, да. На самом деле нет. На самом деле я очень рад быть здесь. Сегодня встал пораньше, чтобы прийти, как говорится, попозже, ну, по-казахски. И я здесь и вижу уже орешки. Давайте я с них начну. Давай, давай. Ну, доброе утро. Конечно, конечно. Смотри, у нас недавно была Динара Бактабаева буквально три дня назад, да, наверное? Да, да. И тогда мы только гадали, как же, возможно, оценит фильм зритель, какие будут отзывы примерно. Но сейчас уже, наверное, есть какие-то отзывы. Ну, либо твои друзья, которые тоже приходили. Первые отзывы про орешки, они, оказывается, очень сильно хрустят. Я не знаю, слышно ли это в эфире. Так, ну, я надеюсь, вы коча наш не пожаловываете. У нас прямой эфир, ничего не вырезают. Отлично. На это и был расчет. Ну, на самом деле, отзывы были, ну, это не первый отзыв, это первый отзыв именно в Казахстане. Первые отзывы были вообще в Испании, была премьера. Наверное, вы это говорили, они будут повторяться. А, ну да, естественно, призжить получил. И, ну, сейчас, сейчас, на самом деле, было гораздо более волнительно, потому что, как говорится, показывать фильм дома своим зрителям гораздо более... Да, да, волнительно и страшно, потому что очень много критики бывает. И наш зритель очень критичен, на самом деле, тем более, что это наша реальность, в которой мы живем, и фильм такой очень острый, углы не сглаживаются, поэтому я думаю, что будут люди, которым очень сильно понравится, как было вчера, и люди, которым, возможно, эта реальность будет не очень, там, приятна или еще... То есть, я так поняла, вчера не было таких вот, которые, ой, что это такое, что я посмотрел, все были довольны. Ну, вчера, знаете, очень классно пошла премьера, столько людей осталось на обсуждение. Ну, приглашая тех людей, в принципе, например, приглашая тех людей, которые твои друзей... Ну, нет, кинокритиков-то тоже, я-то знаю, вот, Карим Кадырбаев, например. Нет, ну, не всегда, не всегда, просто людей связан с кино, скажем так. Но, что-то давно, что-то его неверно, можно сказать. Карим Кадырбаев был? Нет, потому что он играет в этом фильме. А-а-а, вот так вот, да? Ясненько. Побоялся. Передай ему привет. Скажи, пожалуйста, Венера, ну, понятно, мы о черном-черном человеке говорили уже много, в принципе, и то, что пришла вообще премьера прошла, и то, что он получал призы международные. Но сейчас вот ожидается премьера одного из очень интересных, скажем, проектов, фильмов, да? Это называется «Жан-Энг, ты не поверишь», где играешь эту главную роль, в конце концов, да? Одну из главных ролей. И я смотрел трейлер этого фильма, кстати, он очень такой какой-то заводной, он такой больше похож на английский, на английскую черную комедию, да? Такого жанра у нас еще нет, у нас были комедии, граммы, да? Ну, вы все сказали, я даже просто хочу сказать спасибо. Кстати, чтобы было понятно, о чем идет встреча, давайте посмотрим такой небольшой сюжетик, трейлер. Я сам не видел, мне тоже интересно. Ты что, решил бросить меня? Самый важный момент в жизни, скотина! Ты проиграл. Привет, Жанна! Да пошли вы! Я тебя люблю, я пока! Я все расскажу нашему ребенку, как ты нас бросил! Что, Мария, реально, на рыбалку едешь, что ли? Ну да. Да я думаю, это отмазка для Жанна. Вот здесь они у меня уже сидят, у тебя есть, да есть! В смысле? Да мы же даже рыбачить не умеем. Научимся, у меня все есть, вон. Я мое, парма запарил, блин! Блин, пацаны, какая-то стрёмная заправка, если честно. Я чувствую, туда вообще не надо идти. Мура, мура, подожди, мура, подожди! А-а-а! А-а-а! Нет-нет-нет! А-а-а! Оторвалась! А-а-а! Слушай, ты можешь просто сказать, где ты был на самом деле? На рыбалке. А рыба где? Мы не успели поймать, понимаешь? Там кипиш началась. Мы увидели убийство, начали убегать, за нами гнались. Потом появился кто-то одноглазый маньяк, начал всех убивать. Я увидел, как там голову отрезали. Потом мы попали в дом каким-то извращенцем. Слушай, ну вот ты известен зрителю, ну и мне в том числе, больше как вот такой вот актер, который исполняет такие драматические роли. Интересно, обычно говорят по-другому про комедию. Я первый раз, я первый раз вижу тебя в комедии, серьезно. Насколько вот было легко, сложно принимать твою роль? Да, было на самом деле, знаете, было интересно, я скажу так. Интересно, это значит, было и сложно, и легко, одновременно, одновременно, временно. Ладно, разберемся, потом нужную версию оставить. Одновременно. Одновременно. Мне подсказывают одновременно. Хорошо, потому что своевременно, да. Ну, в общем, дело в том, что снимали мы очень сильно в глубинке. Там нет дорог, прям не существует дорог. И мы каждый день ездили по чему-то, по земле, по дорогам даже, на съемочную площадку. Занимало много времени, но эти все как-то... Жили мы в очень тоже маленьких номерах по 4 человека. Кто-то спал на полу, кто-то спал у стенки, а кто-то нет. Нет, ну, в общем, да, но это все мы закрывали глаза, потому что компания актеров собралась чрезвычайно весело. Вы сами знаете, что такое, когда собирается бешеный коллектив. И где-нибудь за городом. Да, мы видели в трейлере, каждый из них может отдельно какой-то перформанс выдать. И в какой-то момент режиссер просто сдал, сказал, ребята, делайте. Кстати, кто режиссер? Ернар Нургалиев, режиссер этого фильма. Он это что-то снимал? Да, он снимал очень много картин. Просто вы не играли, может быть, у него в фильмах. Я не смотрю, обычно не знаете режиссер, когда я не играл. А это жестоко было, знаешь. На самом деле, Жан знает, он просто так намекает Ернару, чтобы сыграть. Давай сниматься. А так можно было, да? Хорошо, я буду позвать. Было очень весело, было очень трэшево в хорошем смысле, потому что на самом деле ребята похулиганили. Потому что очень много крови, будем говорить, да, фильм 18+, при этом много юмора. Тот грим, который я увидел в первый день на площадке, это был грим голливудского уровня. То есть я увидел, ну, опять-таки, не для утренней передачи, я увидел, как это будет выглядеть, сколько это будет стоить. Ну да. Потому что это очень дорогой, точная копия лица одного из героев, полностью тело. Это было вообще... Прошлененка. Да, 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 я просто был в шоке, но в хорошем. Ну, а как Даньяр вживался в роль, мы узнаем после короткой рекламы. Ну что ж, мы продолжаем разговор с нашим актером Даньяром Алшиновым. И в том числе вне кадра мы уже так хорошо поговорили, пока была реклама. А вот пока мы поговорили, давай то же самое повторим для наших дорогих и зрителей. Сделаем вид, что это будет впервые. Может быть, звонок сейчас все-таки? Звонок есть? Выслушаем человека, позвонил. Все-таки позвонилась. Мама, мам, привет, я долетел. Здравствуйте, вы на связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Даньяр, я хотела вам пожелать всего хорошего. Вы мой любимый актер в Астане. Спасибо. Хочу, чтобы у вас было все хорошо, много фильмов хороших. И хотела спросить, есть ли у вас новости в личной жизни? Это мой вопрос был. Новости в личной жизни? Новости в личной жизни? Да. Вообще, нужно вначале узнать его статус вообще. Я завел кота. Так. Жену завел до этого. Неплохо. Я решил начать с кота. Давайте попробуем сначала, как я буду брать на себя ответственность с домашними животными. А там будет видно. Ты не уходи от вопроса, да? Во-первых, большое вам спасибо, что вы позвонили в это время и с утра проснулись, чтобы пожелать мне всего хорошего. Вам тоже всего хорошего. Как вас зовут? Спасибо. Меня зовут Диана. Диана, очень приятно. Это не моя сестренка, я не платил ей. Это человек сам позвонил. Ну, Диана... Диана прям заинтересована в тебе. Не только как в актере, я так понимаю. Вообще, у меня в жизни все хорошо. Я вам так скажу. Как только будут новости, следите за моим инстаграмом. А, там будет написано, что свадьба, свадьба. Я сразу вам все расскажу. Диана, вы удовлетворены ответом? Ага, она уже не с нами. Диана просила трубку. Ну, в любом случае, Диана не с нами, но она в любом случае смотрит нашу передачу. Поэтому, Диана, спасибо большое за вопрос. Мы вас любим, уважаем. Спасибо, что проснулись. Вот так всегда. Говоришь, что новостей нет, бросают трубку. Ну, скажи, Дианя, скажи. Вот интересно, какой жанр тебе ближе? Комедия, драма? Где тебе более комфортно сниматься? Конечно, в хорошей драме всегда играть сложнее и интереснее. Больше нюансов, больше каких-то моментов чисто актерских. Ну, понимаете, да, где как-то создавать свои персонажи. Но комедия – это такой жанр, где, если она по-настоящему играется, как бы, по-настоящему нужно очень сильно грустить, на самом деле, чтобы людям было смешно. Ну, это один из сложных жанров. Да, тоже не всегда получается рассмешить зрителя. Не всегда я доволен именно в комедиях своей работой. И именно в комедии я всегда прошу еще один дубль, потому что, мне кажется, можно сделать смешнее. В драме как бы, ну, либо веришь, либо нет. В комедии чуть по-другому. У каждого чувство юмора индивидуально. А вот интересно, в фильме «Жанэм, ты не поверишь», сколько ушло литров крови? Ты правда про кровь интересуешься? Да. Потому что там только кровь. Я могу подсказать, где можно закупить такое же, если вам нужно. Ну, литров 10 точно. Было, на самом деле, разной крови. И настоящей, и нет. Потому что разные были случаи, да. Вот тогда давай об этом поподробнее. Там много каскадерской работы было. Да, я знаю, там «Жайдок» снимал. Да, 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 лучшие каскадеры нашей страны. Команда «Номат». Практически в каждом каком-то эпизоде либо мы ранились, либо... Ну, это даже не связано с тем, что как-то было все неправильно сделано. Просто много экшена. В любом случае что-то происходит. Ну, это электропила вдруг нечаянно заделает актеры. Ой, руки. Нет, слава богу, такого не было. Вообще, конечно, было много забавных случаев. Я помню, такого у меня точно нигде не было, когда актер не мог проснуться во время сцены. Это был последний съемочный день. Мы снимали два дня подряд, и один из актеров, Ерлан, из нашей троицы друзей, он, во-первых, очень сложно проснулся в последний съемочный день. Он сказал, все, я уже не могу сниматься, мне надоело. И у него была одна сцена, где ему нужно сказать одну фразу. И мы ехали в машине, и он сел между нами, и мы не могли его убрать из этой сцены никак уже, но он просто спал. И мы его будили во время дубля, он открывал глаза и засыпал обратно. И мы говорили, ну, пожалуйста, скажи одну фразу, давай уже снимем. А сцена была такая, что мы ехали по дороге, и камера была прикреплена к машине. С той стороны. То есть, да, нельзя было ничего сделать. Мы просто ехали, километров 15 мы проехали, пока не дождались, что он скажет одну эту фразу. Очень смешно было. Но в кадре, конечно, все это смешно вырезано. Кстати, сколько дней шли съемки? Ну, дней 20. Ну, сейчас, как обычно, снимаем. А, понятненько. А, понятненько. Так, нет, нет, нет. Я таки в итоге. Нет, нет, так. Понятненько, сколько стоит ваш фильм. У меня еще к тебе такой вопрос. Чем ты еще помимо, ну, про личную жизнь уже спросили, помимо чем ты еще занимаешься? Ну, честно, я люблю вообще все, что связано с кино, все, что связано с творчеством. Есть какая-то социальная работа, мы стараемся тоже помогать. Есть... Я люблю петь, но не умею. И недавно я записался на вокал. Вау, здорово. Хочу попробовать, да. Но я обещаю, что я не буду снимать клипы и петь песни. Это просто для себя. Не переживайте. Слава Богу. А, ну давай еще... Мы уже заканчиваем наш эфир. Да, мы уже заканчиваем наш эфир. Да, мы еще напомним, когда будет все-таки премьера. Жанна, ты не поверишь? Да, ровно через один месяц, почти через один месяц, 5 марта. Это будет в преддверии праздников весенних, 8 марта. Это когда-то подарок большой вам, дорогие женщины. 8 марта. Взять девушку с собой и посмотреть очень жестокий, но очень смешной фильм. Жанна, ты не поверишь. И, возможно, она все-таки поверит. Надеемся на это. Возможно, надеемся, да. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами до завтрашнего утра и желаем вам всего самого-самого наилучшего. До завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова